МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вернут ли прямые выборы мэров? Все вопросы обсудим с председателем избирательной комиссии Челябинской области Сергеем Абертасом. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Ну, вот сразу примечательно, что подготовка к избирательной кампании вот, в принципе, проходит на фоне требований о возврате прямых выборов мэров городов. Вот почему именно сейчас и насколько это вообще реально? Ну, действительно, Челябинская область, город Челябинск, в частности, был в какой-то период времени, там, 2014 год, когда первым на пути изменения системы формирования органов муниципальной власти, ну, наше отношение избирательной системы к этому, оно сугубо такое прагматическое, и оно обосновано с юридической точки зрения. Ну, да, в свое время были прямые выборы. Действительно, это было так же важно, наверное, как и важно. И нынешняя система, она именно позволяет все равно выбрать наиболее достойность для управления городской территорией. Но в то же время, вот, избирком, система избирательной комиссии, как солдат. Вот у нас такая обязанность была, у нас потом ее отняли. То есть сейчас это не является уровнем нашей ответственности. Вернут законодателей. Мы с удовольствием будем это делать. Ну, а вообще, вот, как вы считаете, реально это все-таки, учитывая требования, такие активные достаточно? Ну, сложно мне сказать, насколько эти требования реально сейчас выполнить. Насколько вот я тоже за информационной повесткой гордо слежу. Уже первый этап конкурсной комиссии уже был проведен. То есть уже правила игры, они были определены. То есть они имеют определенную легитимность. Ее можно ставить под сомнение. Можно, например, быть ее сторонником. Но, тем не менее, уже была проведена часть работы. Часть работы будет проведена на этой неделе. Потом будет следующий этап уже именно голосование депутатское. Поэтому я предполагаю, что если уже все ингредиенты готовы, у нас уже бульон кипит, уже все, наверное, этот суп надо будет поесть. Да, выборы уже состоятся 26 февраля, по-моему, да? Да, если не ошибаюсь, 26 февраля. Там в один день хотят с депутатами этот вопрос решить. Ну вот количество кандидатов в депутаты. Вот я так понимаю, что для Челябинска нужно будет по всем округам выбрать 170 депутатов. Да. Если учитывать, что каждая партия представит своего кандидата. И плюс еще зарегистрируется там еще отдельно. То есть это большое количество кандидатов. Как вообще с этим справиться? И насколько вы готовы к этому? Спасибо. Хороший вопрос. Вот это уже, собственно говоря, наша прерогатива. Даже точнее не наша, как областной избирательной комиссии, а наша, как вышестоящая комиссия, потому что вся работа будет сосредоточена в районах города Челябинска. У нас их семь. Территориальные избирательные комиссии, на них будет возложена полномочия окруженных комиссий. Они будут окружными комиссиями по выбору именно депутатов муниципальных районов. Сейчас время позволяет нам сосредоточиться на создании условий, на организации методической правовой помощи территориальных избирательных комиссий. Мы в данный момент этим очень активно занимаемся. Хотя понимаем, что в каждой территории территориальная комиссия, она будет и в опостасе территориальной комиссии, и она будет представлять собой окружные комиссии. И они будут выполнять очень важную работу по приему документов, на выдвижение и регистрации кандидатов. Что касаемо партийной принадлежности, то я считаю, что политические партии являются важным элементом и атрибутом политической системы. В данном случае Челябинской области, города Челябинска. Поэтому мы со своей стороны не так давно закончили сбор предложений по формированию резервов участковых избирательных комиссий. Отдельно проработали этот вопрос с политическими партиями. Мы со своей стороны вовлекаем их в эту работу, по крайней мере создаем условия, чтобы они также очень активно участвовали в формировании участковых комиссий. Но естественно, самая главная роль политических партий, помимо представления интересов граждан, определенных, это все-таки участие в выборных кампаниях. Поэтому мы как раз таки рассчитываем, что на выборах, которые состоятся в един день голосования 8 сентября 2019 года, именно касаемо выборов в районные собрания, чтобы там политических партий присутствовало много. Они будут конкурировать между собой за голоса избирателей, наверное, от этого граждане только выиграют. А институт наблюдателей каким-то образом здесь тоже будет формироваться отдельно? И когда начинается? Ну, конечно. Процедура наблюдения, она у нас закреплена в законе, ей уже очень много лет. Мы считаем, что это правильно, действительно, как по-другому к этому относиться. Наблюдатель, тем более, если это партийный наблюдатель или наблюдатель от кандидата, да, это тоже замотивированное лицо. И он, по сути, является представителем кандидата в данный момент на данную участковую избирательную комиссию. Мы, со своей стороны, никогда препятствия чинить не собираемся этим людям. Плюс к этому, вот, в финальной полторы-две недели, как показывали от выбора президента, например, мы собирали политические партии, собирали их актив, обучали их основам наблюдения постоянно. Потому что составы наблюдателей, они постоянно видоизменяются. Одни люди приходят, потом уходят к этому, кто-то остается постоянно в этой работе. Но, по крайней мере, мы стараемся на самотек вопрос не пускать, потому что, ну, хуже нет ситуации, да, когда, например, в участковой избирательной комиссии возникает какое-то непонимание. А непонимание, например, может возникнуть от хотя бы, ну, непонимания базовых основ наблюдения. Ну, не хватит какой-то информации. Да, или, например, они могут быть очень пассивны, да, это, наверное, тоже, ну, нам, на самом деле, не сильно принципиально. Но когда они могут быть гиперактивными и, например, пытаются подменить собой, ну, крайне редко... Членов избирательной комиссии, да. Ну, хуже этого нет. Поэтому мы именно обучаем и наши комиссии, и наблюдателей, чтобы они уважали друг друга, что они занимаются, собственно говоря, по сути, одним делом, они легитимизируют процесс выборов. Ну, вот, кстати, про обучение. Все-таки каждый год меняются какие-то технологии, в том числе политехнологии придумывают какие-то свои-то уже технологии. Вот вы готовы к каким-то неожиданным ситуациям? Как-то обыгрываются эти ситуации? К чему вы вообще готовитесь и готовите свои... Ну, конечно, они бывают, но если я сейчас в нашем диалоге понимаю, что нас, наверняка, большое количество людей посмотрят, раскроете тонкости, наверняка потом эти же вещи, там, с другой стороны, к нам же придут. Ну, нет, естественно, надо отдать должное, что политтехнологи, да, люди, которые помогают кандидату достигнуть результата желаемого, скажем, приближают к нему, они, конечно, люди очень креативные. Ну, а нам, с одной стороны, это интересно, важно смотреть, потому что та или иная интересная вещь, все равно она подлежит оценке. Ну, были такие у нас вещи, но мы с ними, мне кажется, успешно справлялись. Одно из... могу сказать, у нас в горнозаводской зоне на Выборах не так давно использовалось, там делалось так, например, участок открывается с 8 утра, но уже к 7, все участники процесса подходят. Еще раз, там, как бы, ну, если не знакомятся, еще раз контачат уже, распределяют обязанности, председатель организовывает работу комиссий, наблюдатели или, там, заинтересованные лица других пресс, они могут тоже в процессе находиться в участке. Вот, например, люди приходят на участок, а рядом с участком уже стоит, например, какое-нибудь транспортное средство, выключенное, оно заклеенное, сугубо агитационной продукцией кандидата, и больше никого нет. Вот стоит этот объект на колесиках, но он стоит многотонный, например. И что делать в этой ситуации, если там есть расстояние менее 50 метров? То есть, это нарушение закона, но мы, со своей стороны, имеем долгие партнерские отношения с руководством Главного управления Министерства внутренних дел по Челябинской области, поэтому мы подключаем, естественно, правоохранителей, то есть, у нас приезжают эвакуаторы, мы эвакуируем эту транспортную технику, потому что, ну, это является нарушением. То есть, вы уже сами просто устраняете такие вещи. Вот такие вещи были в этом году, да. Вот учитывая все-таки активность и всех групп политических, групп поддержки и кандидатов, вы ожидаете такой же всплеск активности в отношении кандидатов в губернаторы? Ну, классика жанра, как мне кажется, сложно будет парировать, например, высказывания, которые сейчас скажу, что чем меньше уровень выборов, чем они менее масштабные, тем больше интриг, больше интереса вызывает у граждан, поэтому и выборы губернатора, и местные выборы, они таковыми являются все-таки региональные и местные выборы. Здесь, конечно, мне кажется, эмоций будет побольше гораздо, чем, например, на выборах президента или выборах депутатов Государственной Думы. Какие меры помогут вам сделать эти выборы легитимными? Ну, мы используем сплав существующих традиций и новых технологий, поэтому выборы без технологий сейчас уже быть никак не могут, поэтому, ну, например, начнем с того, что у нас появилось в 2010 году, это комплекс обработки избирательных бюллетеней. Так, это как раз КАИБ, так называемые. Да, КАИБ, так называемые КАИБы, да, в этот раз мы будем использовать не только собственные, но и рассмотрели возможность, у нас губернатор поддержал, о выделении дополнительных денежных средств на аренду КАИБов у соседей, то есть у одного из наших субъектовых соседей, у кого выборов не будет в единый день голосования, мы в этот раз также возьмем 219 КАИБов к существующим нашим 229-ю, и у нас их будет 438, мы планируем в идеале закрыть город Челябинск практически полностью. Мобильный избиратель мы обкатали на выборах президента, и сейчас нам именно важно, как организующей выборную кампанию комиссии, это сделать на своем уровне. В данный момент мы к этому готовимся, готовимся подписать ДОП-соглашение. Будут использоваться совершенно все те же каналы коммуникации, где можно будет подать любому гражданину, жителю Челябинской области, не проживающему по месту регистрации, с целью его удобства голосования, подать заявление любым из способов, через участковую комиссию, территориальную комиссию, через портал госуслуг, через многофункциональный центр любой. Там будут обычные люди, у них будут соответствующие анкеты, заявления, которые помогут этому гражданину написать соответствующие заявления. При Центральной избирательной комиссии работает Совет председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Вот буквально на днях вы вошли в состав этого совета. Что это дает и на что вы можете влиять? Ну, действительно, есть Совет председателей. Илла Александровна, став председателем Центральной избирательной комиссии, возродила этот орган. Ну, действительно, я смотрел на своих коллег более опытных. Помогали мы, собирали какие-то предложения, они с нас их аккумулировали. И потом на этом совете доносили до мнения Центральной избирательной комиссии, обсуждали, какие-то новации делали. Но в любом случае, это общественно-консультативный округ при Центральной избирательной комиссии. Попасть в него – это большая честь. Да, есть определенная ротация. Но в силу разных обстоятельств, мне было бы это право представлено, действительно, это не только право, но и большая ответственность. У нас достаточно скоро состоится первое заседание уже, вот лично для меня. Мы будем как раз рассматривать вопрос перехода на безналичный расчет при оплате членов участковых избирательных комиссий территориальных уже на ближайших выборах. А это, знаете, ни много ни мало, более 20 тысяч человек. И плюс к этому также будем смотреть, вот говоря про эти инновации, мы еще не все, конечно, из них обсудили, но тем не менее, мы рассмотрим будущее и так называемые будем обсуждать формирование цифровых участков. Цифровые участки – это вообще наше ближайшее будущее, мы считаем, это очень действительно важно, а там ситуация очень простая. Единый день голосования, я нахожусь даже не в пределах своего участка, даже не своей территории. И не подавая специально заявление через мобильный избиратель, даже просто оказавшись на участке, например, в условном Владивостоке или где-нибудь в Якутии, можно прийти с паспортом и, соответственно, при отладке этой технологии проголосовать на своих выборах, не находясь даже в этом субъекте и не подавая заранее заявление по голосованию по местонахождению. Ну, то есть это мы смотрим прямо вперед. Понятно, что это должно со временем какие-то очертания принимать, вот пока будут обсуждаться вот такие прорывные проекты. Спасибо за ваши ответы. Сергей Абертас, председатель избирательной комиссии Челябинской области. Мы говорили о ходе подготовки к предстоящим выборам губернатора и депутатов районных собраний, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. С вами была Марина Кленова и программа «Есть вопросы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова